Драфтхаус Филмс и партиципант Медиа представляют При содействии Danish Film Institute, Berthe Brit Dog, CDF и Arte Производство A Final Cut for Real Продолжение следует... Почему я пою? Чтобы успокоить разбитое сердце. Зачем делать пряжу, если в конце нить отрежут? Зачем помнить, если воспоминания разбивают сердце? Зачем изlas прежде! Учае вAY Али Сумита убили в Сукасаре. Что случилось? Мои люди боялись вида крови. Я душил его вот так. У него выпал язык. Сам спросил. Я вспорол ему живот. Даже кишки выпали. А другого я толкнул. Он упал на камень и раскроил череп. Да, он держался за голову, чтобы мозги не выпали. Продолжение следует. Мама по тебе скучает, Рамли. Мы так давно не виделись. Я вижу тебя во сне. Ты меня видишь, а я тебя нет. Как я хочу тебя увидеть. Ты мой сын. Я тебя вырастила. Я скучаю. Тебя пытали и бросили в реку. Остались только кости. Без плоти. Помолись, чтобы я выздоровела. Твой папа тоже болеет. Он слепой, глухой и не ходит. Это наша доля. Мы оба болеем. Я не очень сильно. Только нога болит. Поднимись. 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 Дай руку. Давай. И другую. Поднимайся. Поднимись. Садись в кресло. Садись. Подняться? Да. В кресло? Да. Подожди. Сейчас. Сейчас. ПОДПИШЕСЬ Точно так же. Голова кружится? Так лучше? Лучше. Где вы жили в 65-м году? В Ачихе. В тот год там погибло много людей? Нет, ничего не было. Я слышал, там вешали людей? Нет, тихо было. Тихо. У Змеиной реки убили много людей. Ты про коммунистов? Я ничего не знаю. В Ачихе такого не было? Нет. Вы помните коммунистов? Конечно. Кем они были? Не знаю, что они сделали, но им завязывали глаза, привозили к реке, резали и стреляли. А кто их убивал? Откуда я знаю? Ты много спрашиваешь. Простите, я хотел пообщаться. Мне интересно послушать рассказы пожилых людей о прошлом. Очки! Покупайте очки! Балуешься с очками? Вот я тебе задам. У меня огромные глаза. Хотите купить очки? А с двумя еще лучше. Папа, можешь спеть? Что? Спеть можешь? Конечно. Тогда спой нам. Какая ты красотка, глазам своим не верю. Какая ты красотка, глазам своим не верю. Длинные кудряшки, румяные щечки, глаз моих услада. У тебя есть муж? Когда умер твой брат, у твоего отца выпали все зубы. Было ужасно. Каждое утро выпадало по зубу, пока не осталось два. Он не говорил. Я не ела, не спала, не мылась. Только сидела под тем деревом и вспоминала, как твой брат любил под ним обедать. Ты похож на него. Ты ответ на мои молитвы. Я молилась. Пошли мне еще одного сына. Если бы ты не родился, я бы сошла с ума. Я думала, моя жизнь закончилась, но через два года после его смерти родился ты. и на моем куиле, я пойду с ним. Иго. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Бали – прекрасный остров. Красивые люди, мягкий климат. Трудно поверить, сколько бед случилось здесь в прошлом году. Да, но Бали станет еще красивее без коммунистов. Что произошло в этой деревне? Некоторые из коммунистических лидеров поняли, что они ошибались. Они пришли в сельсовет и попросили очистить деревню от коммунистов. То есть коммунисты попросили убить сами себя? Некоторые. Они хотели, чтобы их убили. Дайте мне попрощаться с семьей, и на следующее утро я буду готов умереть. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Компания «Гудьер». Индонезия обладает сказочными природными богатствами. Один из примеров – шинная компания «Гудьер» на Суматре. Профсоюз возглавляли коммунисты. После переворота многих убили или посадили. Некоторые из выживших работают на заводе, но как заключенные, под дулами автоматов. На каждом острове коммунистов уничтожают по-разному. В некоторых лагерях их морят голодом или выпускают группами на растерзании местным жителям. Тед Йейтс, новости NBC. МОЗИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕСНЯ Умеешь плавать, как те мальчики? Конечно, там мелко. Ты просто хвастаешься. Коммунисты жестокие. Они не верят в Бога. Они безбожники. Они хотели сменить политическую систему и похитили шесть военных генералов. Да. Верно? Да. Они изрезали лица генералов лезвиями. Ты понял? Представьте, что вам выдавили бы глаза. Представьте себе это. А им... Им вырвали глаза. Если вы зарубите курицу, оторвете ей голову, это будет жестоко? Да. Коммунисты были жестокими. Поэтому власти страны начали их уничтожать. Коммунистов арестовали и посадили в тюрьму. Их дети не могут работать в правительстве. Им запрещено. Запрещено. Эй! Ты ребенок коммуниста? Тебе нельзя работать на государство. Не так ли? Верно. Эй! Твой дед был коммунистом. Тебя не возьмут в армию. Эй! Твоя бабушка была коммунисткой. Тебя не возьмут в полицию. Верно? Да. Точно. Если вы восстанете против государства, вас посадят в тюрьму? Да. Давайте поблагодарим всех героев, которые сражались, чтобы сделать нашу страну демократичной. Ну же, сделаем это. Да. Демократии. Генералы были против, поэтому им порезали лица. А еще им вырвали глаза. Генерал отказался, и ему отрезали щеку. Когда он опять отказался, ему вырвали глаза. По словам учителя, кто убил генералов? Это были... убийцы. Он сказал, что это коммунисты? Да. Это ложь. Все, что он говорит про вырванные глаза и все такое... Коммунисты не были жестокими? Нет, не были. Мне так сказали. А генералов убили солдаты, но не коммунисты. Скажите, а учитель рассказывал об убитых людях у змеиной реки? Или, скажем, о миллионе невинных жертв? Нет. Нет. Они сидели в машине вот так, плакали, как будто застыли. Почему? От страха. На глазах повязка, руки за спиной. Они видели наши острые мачете. Так было удобней. Руки были связаны сзади. Джош, когда это записано? В апреле 2003-го. Возможно, он так себя ведет, потому что раскаивается. Я думаю, он жалеет, что убивал людей. Он чувствует свою вину. Когда он показывает, как убивал тех людей, он словно заторможенный. С его психикой явно происходит что-то не то. Сам спросил. Закончили снимать. Да, вот что я сделал с одной женщиной. Я порвал ей рубашку, раз и пнул. Вот так. Они убивали мужей и уводили их жен. Скажи, как тебе живется в окружении убить сына? Ты ведь видишь их каждый день. Ужасно. Когда мы встречаемся в деревне, мы не разговариваем. Я их ненавижу. В нашей деревне председатель, учителя, все были убийцами. Это правда. Бог им судья. Пусть живут, как хотят. Они столько людей убили. Сейчас они радуются жизни. Но подожди. Жертвы им отомстят. Они будут страдать. А сейчас ни к чему этого рашить. Мама, сколько тебе лет? Около ста. Сто? А по паспорту? По документам? По паспорту я его потеряла. Это документы отца. Он родился в 1909 году. Значит, ему сейчас 103 года. Твоему отцу не может быть. Почему? Ему должно быть 140 лет. Он болеет уже 13 лет. А он говорил, что ему сейчас 17 лет. Я посидела раньше него. Ты когда-нибудь праздновала свой день рождения? Нет. У нас нет такого обычая. Мы их не празднуем. А где ты спишь? Там. А почему не с папой? От него мочой пахнет. Он все время щекочется. Когда я хочу, чтобы он меня обнял, он начинает меня щекотать. А как же дети? Когда нужно делать детей, мы обнимаемся. Я не могу спать, когда он меня держит. Толкаю его, и он от меня отстает. Толкаю его, и он отстает. Каждую ночь мы загружали определенное количество людей в грузовик и ехали к Змеиной реке. Машина останавливалась здесь. Мы выгружали заключенных и тащили их 100 метров вниз по течению. Кто-то кричал, кто-то плакал. Многие молили о пощаде. В машине мы их избивали, чтобы они не могли сбежать. Здесь было полно членов команды Акси. Добровольцы? Посторонних не пускали. Только нас. Каждый район по очереди. Давай ты будешь жертвой. У тебя не осталось сил. Мы же тебя избили. Да, я едва стою. Сядь, пожалуйста. Начинай умолять. Хорошо, я сижу на земле. Ладно. Тащи меня за ноги. На мне нет одежды. Без одежды. Только белье. А как вы тащили людей? Вот так. Он лежит со связанными руками. Я потащу его к реке. Сейчас он совершенно беспомощен. Он полностью в моей власти. Тут хорошо. Красивое. Приятно пахнет. Так нежно. Да. Приятно. Здесь все случилось? Да. Нас привезли сюда и потащили дальше. Вас поставили в шеренгу? Да. По одному. Люди так же смотрели? Нет. Они были слишком напуганы, чтобы смотреть. Никто не вышел? Никто. Просто не посмели. Здесь Рамли понял, что его убьют. Он звал на помощь. Кричал, нас убьют? Он все повторял. Нас всех убьют. Всех убьют. Правда? Да. Куда вы побежали? К тому дому. На плантацию. Я слышал крики и выстрелы. Это было ужасно. Значит, здесь Рамли зарубили? Здесь? Да. Этот человек выпрыгнул из грузовика и убежал на плантацию. Скажите, а что вы чувствуете, сегодня вернувшись сюда? Прошлое осталось в прошлом. Я смирился. Я не хочу вспоминать. Зачем нарываться на неприятности? Все прошло. Не будем этого расшить. Моя рана уже затянулась. Все в прошлом. Это дорога. Дорога к реке. К реке, да? Мы тащили их вниз по этому холму. Если они сопротивлялись, мы их сбрасывали. Вот так. Тут скользко. Да. Все. Помогите, пощадите меня. Пока мы их тащили, многие кричали. Помогите, сжальтесь. Мы их не слушали. Умоляю, мы их били, чтобы заткнулись. Крики пугали моих людей. Не убивайте меня. Не убивайте меня. Но мы продолжали тащить. Второй подталкивает меня сзади. Заключенные могли видеть кровь отсюда? Да. Да. Все было видно. Дорогу освещали факелы. То есть они знали, что умрут? Да. Они видели кровь других людей? Да. Они все знали и все видели. Остальные уже прошли. Он потерял надежду. Скоро я умру, думает он. Нужно это принять. Вот это место. Тут были доски. Здесь был причал. Я иду сюда, вот так. Некоторые лежали, другие стояли, наклонившись. Палач подходил и рубил. Руби мне голову, да? Да, рубил вот так. По шее. Кровь брызгала во все стороны. Отрезав голову, тело бросали в реку. Тело плавало туда-сюда, вместе с головой. Они плавали, как поплавки. Осторожнее. Годы уже не те. Тяжело. Да, тяжело. Хорошо. Пусть упокоятся те, кто лежит здесь. Пусть упокоятся те, кто лежит здесь. Меня зовут Кемат. Я пришел с другом. Да сжалится Бог над нами. Да благословит Он всех погибших, моих друзей и мою семью. Да успокоит Он всех погибших. Бог накажет тех, кто причинил вред нашим друзьям и семьям. Бог накажет. Да, не нам наказывать. Не нам. Даруй нам покой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наденьте Давайте Как вы познакомились с Джошуа? Он приходил сюда 7 лет назад Я закрыл вам левый глаз Проверим, как видит правый Хорошо Посмотрите вдаль Лучше видно? Да Чётче? Да Соседи вас боятся? Большинство здесь были коммунистами Они знают, что ничего не могут сделать Я часть массового движения Хотя фермеров-коммунистов здесь было большинство Да Они меня, пожалуй, боятся Значит, люди вас боятся? Да Так лучше? Да Лучше видно? Да Лучше видно? Если бы мы не пили человеческую кровь, мы бы сошли с ума Да Многие сошли А так видно чётче? Нет, так же А так? Расплылось Расскажите о тех, кто сошёл с ума Некоторые так много убивали, что сошли с ума Один забирался на пальму каждое утро, чтобы помолиться Он убил слишком много людей У нас был только один выход Пить кровь наших жертв Или сойти с ума Но когда пьёшь кровь Ты способен на что угодно Что вы чувствуете? Солёное и сладкое Кровь человека Что? Солёное и сладкое Солёное? Солёное? Я знаю по опыту Отрезанная женская грудь Похоже на кокосовое молоко Через фильтр Вся в дырках Это была коммунистка Она жила с братом Он не был коммунистом Он не хотел сам убивать сестру, поэтому прислал её мне И вы? Да Он отправил её мне Вы резали своих жертв не один раз? Нет, только один Два раза нельзя Тогда зачем вы отрезали женщине грудь? Ну и что? Вы отрезали ей грудь, а потом горло Горло Это уже два раза Ну и что? Если люди плохие, можно их резать Кем были коммунисты? Из партии Из партии? Коммунистической партии Индонезии Вы сказали, коммунисты отрицали религию Они менялись с жёнами для секса Так говорили люди Это только слухи Они сами признавались, когда мы их допрашивали Ислам не учит убивать? Нет, не учит Мухаммед никого не убивал Он был против убийств Но нам можно убивать врагов Значит, вы Зачем вы это спрашиваете? Хотите меня разозлить? Я знаю, что вы делаете Ваши вопросы слишком личные Я не люблю такие вопросы Хватит снимать Прекратите Вы задаёте более личные вопросы, чем Джошуа Мне это не нравится Я не люблю говорить о политике А вы всё время меня спрашиваете Хватит надо мной издеваться Не видите, я выхожу из себя Хватит меня спрашивать Я больше вам ничего не отвечу Но я ничего не знаю о политике Вы так говорите А у самого вопросы все политические А у меня нет времени Я иду в мечеть Я понял Хорошо Я сделаю вам очки Я знаю, какие вам нужны Подберу подходящую оправу Будет красиво Спасибо Сделайте, чтобы я мог читать Как вы относитесь К этим событиям Все закончилось Теперь мы в безопасности Что было, то прошло К счастью, я пил кровь Иначе бы я сошёл с ума И тоже молился на дереве Как тот человек Но я пил кровь Знаете, что меня Беспокоит во всём этом Я не хочу вам навредить Я хочу Раскрыть правду Всё это время Всё это время Историю Искажали Вы говорите, что Убивали людей без религии Но это ложь Это пропаганда Вы использовали это В качестве оправдания для убийства Вы говорите, что коммунисты Менялись жёнами для секса Но всё это ложь Это... Это... Ложь и пропаганда И не более того Вам просто Промыли мозги Опять вы говорите про политику Мне это надоело Джошуа, не снимай Зачем вы говорите о политике? Всё время О политике Мне это надоело Это не только политик Это политика Политика В В Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю Девушки отдыхают... Мама! Это ты, Рамли? Ты вернулся? Да, выйди ко мне Я его поцеловала, сняла одежду Он был весь в крови Ему вспороли живот Мама, нальешь мне кофе Но когда согрелась вода, за ним пришли Сказали, что отвезут его в больницу Какая еще больница Он же от них убежал Я поцеловала его Прощай, мама Меня с тобой не пускают, Рамли Я молюсь, чтобы дети убийц страдали Их дети и внуки Люди, что убили тебя Молюсь, чтобы их убили Пусть твои убийцы страдают Пусть твои Их дети ищут Длинные кудряшки, румяные щечки, глаз моих услада. У тебя есть муж? Папа, что? Сколько тебе лет? Что? Сколько тебе лет, я говорю? Сейчас? Сколько тебе лет? Мне сейчас... Папа, примерно 16 или 17. Тебе 16 лет? Да. Мне 44, а тебе 16. Что? Мне 44, а тебе 16? 16. Десять. Расскажите, что тогда произошло? Мы уничтожали коммунистов. Три месяца. Днём и ночью. Увозили их за три километра, копали яму и хоронили их заживо. У нас был список заключённых, которых мы привезли на Змеиную реку. Каждую ночь я подписывал такой список. Да, так оно и было. Да, каждую ночь я подписывал такой список. Сколько всего людей в них было? 500-600 человек. Раз это всё вышло на международный уровень, нас нужно наградить каким-нибудь подарком. Мы хотим побывать в Америке. Если не на самолёте, то хотя бы на лайнере. Мы заслужили. Мы сделали это, потому что Америка учила нас ненавидеть коммунистов. Нас разделяет стена, любовь моя. Это наше проклятие. Я мечтаю, чтобы она исчезла. Прошу тебя, не уходи. Останься со мной, любовь моя. Вы возглавляете местную общину. Да. Вы очень богатый. Вы разбогатели на том, что сделали? Расскажите. Я благодарен Господу. У меня много богатых друзей. Они помогли мне в нашей героической борьбе. Когда я строил этот дом, они подарили мне строительные материалы. Значит, своим богатством вы обязаны тому, что сделали? Да. Да, хорошие поступки вознаграждаются. Вы были лидером команды добровольцев в этом районе. Я не ошибаюсь? Это правда? Вы отвечали за массовое убийство. Местные жители знают об этом? Конечно. Дело в том, что я моего старшего брата убили. Потому что вы командовали убийствами. Но я этого не делал. Вы за это в ответе. Вы были лидером команды добровольцев. Таких групп было много. Много. Но вы были главным. Добровольцы объединились с армией. Над нами стояли начальники. И нас защищало правительство. Вы не должны говорить, что я виноват. Все убийцы, все которых я встречал, никто из них не считает себя виновным. А главное, они не раскаиваются. Я не хочу вас обидеть. Но мне кажется, что вы просто избегаете моральной ответственности. Вы пытаетесь умыть руки. Ади, где жил твой брат? В этой области. Здесь? Да. В какой деревне? Простите, но я вам не скажу. В каком районе? Простите, но просто скажи. Поймите меня, я должен скрывать свою личность. Убийцы еще стоят у власти и до сих пор до сих пор считают себя героями. в наши дни диверсанты повсюду. Известные коммунисты не опасны. Опасны только те, кто прячется. Вот кто опасен. То, что ты делаешь, это тайная коммунистическая работа. Если бы я пришел к вам во время военной диктатуры, что бы вы со мной сделали? Ты даже не представляешь. При диктатуре, когда всех прижимали, ты даже не представляешь. Ну же, продолжай. Веди коммунистическую пропаганду. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я встречался с убийцами Рамли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пытались спасти Рамли, подкупив их двумя коровами. Не получилось. Если бы они раскаивались в том, что наделали, мы могли бы их простить. Мы же соседи. Ты не сказал им, что ты его брат? Пришлось сказать. Да, сказал. Будь осторожнее. Они могут подсыпать яд в твой напиток. Говори, что держишь пост. Будь осторожнее. Они пошлют бандитов с тобой разделаться. Зачем тебе это надо? Оставь. Оставь. Носи с собой нож или заверни палку в газету. Если нападут, бей по затылку. Вот сюда. Больше не встанут. Здесь проще всего. Сзади есть кость. Позвоночник. Да, приходится рубить дважды. Здесь легче. По глотке. Да, лучше резать горло. Если рубить сзади, шума не будет. Если перерезать горло, будет вот такой звук. Да, и фонтан крови. Представьте, что это мачете. Режь. Вот так. Отрезаем член. Удар. Покойник. Как срамли. Мы отрезали ему член. Сзади, вот отсюда. Так все было. Это уже история. Это уже прошлое. Что прошло, то прошло. Покажите. Что случилось с срамли? Снимайте отсюда. А ты иди сюда. Я захватил нож, чтобы все было по-настоящему. Острый? Не бойся. Так больше похоже на правду. Нужно было принести мачете. Мы кололи ромли еще и еще раз, вот так, пока он не перестал шевелиться. Потом я столкнул его в реку. Он схватился за корни и закричал, помогите, помогите. Поэтому мы вытащили его. Поэтому мы вытащили его на берег и отрезали член. Мы похоронили его где? В Пелентахане. Там сейчас на отгробии. Наверное, ромли был хорошим парнем. Но что мы могли поделать? Была революция. У революции свои законы. Как вам помогала армия? Они ждали у дороги, рядом с машиной. Сюда не приходили. Никогда. Ни разу не приходили. Они называли это народной борьбой и поэтому держались в стороне. Если бы этим занималась армия, мир бы разозлился. Да, это точно. Армия убивает коммунистов. Чтобы сохранить свое лицо, они сделали так, что это люди уничтожали коммунистов. Но все знали, что за этим стоит армия. Все знали. Вы возглавили команду добровольцев. Было убито много людей, особенно у Змейной реки. Вы отдали приказ. Массовые убийства были спонтанными действиями людей. Они ненавидели коммунизм. Команда добровольцев отбирала жертв из политзаключенных, в сопровождении полиции отвозила их к Змейной реке и убивала. Скажите, разве это спонтанно? Вы меня не так поняли. Под спонтанным. Я имел в виду ненависть людей к коммунизму. И только это. Вы так говорите, потому что входите в законодательное собрание? Нет. Я вношу ясность. Я не Рэмбо. Я был генеральным секретарем в команде Акси. И ваше преступление так велико, что вы не хотите его признавать? Да ничего подобного. Не так оно и велико. Но в те времена убили миллион человек. Это политика. А политика – это достижение своих идеалов. Разными путями. Не так ли? Вы возглавляете законодательную власть с 71-го года. Здесь погибли сотни тысяч человек. Скажите, как вы занимаетесь политикой в окружении семей тех, кого вы убили? Ладно. Если хотите говорить о политике, если бы детям жертв я не нравился, я бы не получил большинство голосов. Меня бы не избрали. Вот доказательства. И это объективно. Как говорится, не обижай людей. Делай им лучше. Навещай их. Официально и неофициально. Вы никого не запугивали ради голосов? Нет, конечно, нет. Я родился в феврале 68-го года. Мой брат – одна из жертв. И знаете что? Его жестоко убили ваши люди. Позвольте кое-что спросить. Семьи жертв хотят повторения той резни? Скажите честно. Конечно, нет. Нет? Так меняйтесь. Если будете вырошить прошлое, все опять повторится. Рано или поздно. Все повторится. Уж я-то знаю. Айша пошла... Что тут написано? В столовую. Потом она пошла домой, съела обед и легла спать. Длинная история. Айша пошла на рынок и купила кальмара. Я пукнула. Негодница. Читай дальше. Там пропуканье. Здесь воняет. Здесь воняет. Вкусно, да? Сейчас будет еще хуже. Так, ты давно чистила зубы? Только честно. Год назад. Год назад. Дай почитать. Если бы я знала, что ты пойдешь к убийцам, я бы тебя не пустила. Они могли тебя похитить. Или убить и бросить где-нибудь. Ты не подумал о детях? Если с тобой что-нибудь случится, что тогда будет с нами? Что будет с нами? Что будет с нами? Адид, Икбал, Айса. Если что-нибудь происходит с Ади, то как? Как мы с нами? Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как вы? Хорошо Я проверю ваше зрение Вы говорили, что с ним проблемы Сейчас Лучше видно? Так же Хуже? Нет, все так же А так? Сколько вам лет? Восемьдесят два У вас большая разница с мамой? Нет, не очень большая Не очень Вы жили здесь в шестьдесят пятом? Да Когда Рамли посадили в тюрьму Мне приказали охранять заключенных Вы были охранником? Я не знал, куда забирали заключенных Я не знал Я был простым охранником Не более того Вы видели, как увозили заключенных? Конечно Каждый раз грузовик забирал по тридцать человек Когда вы поняли, что заключенных убивали? Когда это было? Мне рассказал один из добровольцев Прошлой ночью Пока ты охранял Мы убили заключенных Они бросали тела В старые колодца У змеиной реки Я узнал это от членов Команды Акси Они мне рассказали Вы Вы могли защитить племянника Или попросить Не убивать его? Нет, 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 нет Команда добровольцев подчинялась армии Как и я Мне приказали охранять тюрьму Только и всего Мне приказали И я охранял И вы ни о чем не жалеете Вы охраняли людей Которых потом Убивали Вы Фактически участвовали В убийствах Ты считаешь, что я виноват? Я защищал страну Я так не думаю Нет? Прошлое Есть прошлое Это я понимаю Но вы не раскаиваетесь Если бы я отказался Меня бы тоже посадили Лучше выполнять приказы И в конце концов Я никого не убивал Но Те заключенные Не сделали ничего плохого Вы помогали убивать Невинных людей Нет, я не помогал Я не брал мачете И никого не резал Но вы их охраняли Да Мне сказали, что это преступники Они никогда не молятся В 65-м Коммунисты бросились в мечети Потому что Боялись, что их убьют Да Позже они Перестали Ходить в мечеть Да Так оно и было И вообще Спроси их сам Если не веришь мне Они притворялись Что верят в Бога И ты видишь меня? Разве так можно? Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ты знала, что твой брат охранял заключенных? Знала? Нет, не знала Я был у него Он рассказал Что был тогда охранником Он не посмел признаться Ни разу не говорил? Нет Я ему сказал Дядя, ведь ты косвенно Помог убить Рамли Ты это понимаешь? Что он ответил? Оправдывался Сказал, что защищал страну Защищал страну? Ерунда Ему заплатили за помощь? Наверное, он помогал его увозить Да Наверное, помогал Говорит, что он не знал Что Рамли убьют Врет Все были замешаны Я этого не знала Не знала Я не знала Я не знала Ты видишь что-нибудь? Папа Давай, открой глаза Ты видишь свет? Ну, что-то вижу Видишь? Толком почти ничего Я узнала, когда училась В средних классах Мне говорили Твой отец убил много коммунистов Я гордилась, что отец Уничтожал коммунистов Мой отец здесь знаменитость Люди его уважают Все местные жители Его очень уважают Как-то раз я принес женскую голову В китайскую кофейню Китайцы закричали Вы принесли голову? Женскую голову? Да Чтобы напугать китайцев? Да Зачем вы это сделали? Да Зачем? А? Зачем вы это сделали? Я ее выкинул Он спрашивает Зачем ты запугивал китайцев? Зачем? Зачем ты их пугал? Пусть боятся Чтобы боялись Потом выбросил ее в мусор Я их убивал И сбрасывал в реку У них были связаны руки за спиной Я брал стакан Резал им глотки И собирал кровь Вы делали это с каждым человеком? С каждым человеком вы это делали? Да нет Двух стаканов хватало Да, так мы делали Откуда вы собирали кровь? Из горла, конечно Сливали в стакан Резали горло и сливали в стакан? Да И пили Зачем вы это делали? Зачем вы это делали? Чтобы не сойти с ума Ваш отец убил много людей Он пил их кровь Что вы чувствуете? Я этого не знала Это ужасно Что он пил кровь Вы впервые это услышали? И что скажете? Что тут скажешь? Я не знала Это садизм Может быть из-за этого Он полон сил Я об этом не знала Моя история Моего брата Тоже убили Тогда Поздно уже Если вашего брата убили Простите моего отца Дети этого не знали Мы были маленькими Я даже Я Вы Не виноваты Что ваш отец убийца Ведь кем бы он ни был Он Ваш отец Поздно уже Тише Мне кажется Я вас знаю Мы встречались? На работе Мне тоже так кажется Теперь мы познакомились Мы как семья Детям пора в мечеть Простите моего отца Считайте нас семьей Он уже старый Считайте его отцом Будете рядом, заходите У меня нет мамы Теперь я о нем забочусь Он уже дряхлый Он уже дряхлый Почти ничего не помнит Он старый Я бросила работу Чтобы ухаживать за ним Когда приходят гости Он их не узнает Он даже свою семью Уже не помнит Я о нем забочусь Я о нем забочусь Мне пора идти До свидания До свидания Ты помнишь Ты помнишь Рамли Ты его помнишь Ты помнишь Погибшего сына Помнишь Кто это? Это я Ты помнишь Рамли Кого? Рамли Его увезли Кто такой Рамли? Его увезли бандиты Ты его помнишь? Что помню? Сына Его забрали Чей сын? Твой Его забрали Ты помнишь? Кого помню? Мы убили 32 человека Я написал Об этом книгу Да, целую книгу Да, точно Джошуа попросил экземпляр Это важно Если хотите лучше учиться Пусть люди нас запомнят Здесь полное описание Хотите посмотреть? Дать вам книжку Я сам сделал рисунки Иллюстрации оживляют историю Вот Это Змеиная река Помню тут Железный мост Да Когда все закончилось Никто не покупал там рыбу Ни рыбу Ни моллюсков Никто не ел рыбу Рыба ела Человеческие трупы Конечно же Ваш муж Убил 32 человека Да 32 человека Я хотел Поговорить с вашим мужем Но Раз он умер Раз он умер Я решил Встретиться с вами И вашими сыновьями Самая ужасная история в книге Рассказывает о моем брате Рамли Ему Разрубили плечо И Вспороли Живот Все внутренности Выпали Его ударили Ножом в спину Но он добрался До дома Во дворе он позвал маму Она его завела в дом Но утром Его увезли Его увез ваш муж Он был командиром Добровольцев Ваш муж Сказал моей маме Что отвезет Рамли В больницу Но В машине Они его и зарубили Боже Потом отрезали пенис И Рамли умер Ваш муж Нарисовал картинку Я не видела эту книгу Вы взяли ее у мужа? Да Вы не помните? Это мой брат Это мама Это мой брат А вот что нарисовал ваш муж Мы ничего не знаем Муж никогда не рассказывал Мы никогда не читали эту книгу Муж говорил, что никого не убивал Все написано в книге Правда? Да Мы ничего не знаем Мы не знали, что он делал Мы были детьми Мы не знали Он нам не говорил Я не хочу, чтобы вам было неловко Да, я болею Но Ади хочет поговорить открыто Мы все здесь друзья Даже если их родители убили Мы хорошие друзья А сейчас рано открылось Джошуа снимает этот фильм Отец написал книгу И рано открылось Иначе бы вы обо мне не узнали Ведь так? Я знаю Я все знаю о вашей семье В семье убитых знают, кто палачи Но это не значит, что мы хотим мести Ты хочешь нам отомстить? Так? Если бы я хотел мести Я бы не пришел вот так Кто знает Может быть, Джошуа за этим пришел Будь я на твоем месте Простите Если бы я встретил преступника Или его сыновей Хватит Мама болеет Ей станет хуже Забудьте прошлое Будем жить Как учила нас военная диктатура Хотите, чтобы мы говорили открыто? Так вот Мы ничего не знаем Простите Нажмите на пробел Мы убили людей на плантации Как рамли Вот это Змеиная река Помню тот железный мост Это напоминает об отце Я не хочу смотреть Это издевательство Давайте поговорим Нет, я не хочу смотреть Выключайте Почему вы кричите? Вы хотите что-нибудь дальше? Добавить Ади Нет Ади, мы хотим извиниться Мы чувствуем то же самое Мы просим прощения Посмотрим еще один отрывок Мне плевать Я ничего не знаю Хотите, чтобы все хорошо закончилось? Мы ничего не знаем И не надо нам это показывать Он дальше объясняет Послушайте, мы ничего не знаем Не создавайте проблем, Джошуа Жальтесь над ним Он уже умер Я пригласил вас, Джошуа Но вы мне больше не нравитесь Где я? Я в чужом доме Нет Как я сюда попал? Помогите Я попал в чужой дом Как я здесь оказался? Помогите Что мне делать? Помогите мне Я попал в чужой дом Помогите Меня будут бить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты выжил Тише, тише Все в руках Господа Я не могу Моего сына нет Но ты выжил Он полз домой Через рисовые поля Потом пришли они Сказали Что отвезут его в больницу Я знала, что это ложь И я умоляла пойти с ним Но они запретили Это настоящая история Рамли У других Похожие истории Но не такие же Вот что мы пережили Ведь так все и было На самом деле Так и было, да Вот такая она жизнь Можете сделать фотографию Я пытаюсь говорить с вами Но вы убегаете А этот хочет упасть Не хотите двигаться? Устали? Спите Я вас не вижу Вы там? Я хочу вас увидеть Вылезайте Вы правда там? Переведено и озвучено Студии SDI Media По заказу телеканала 24Doc Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok